Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре скоро появится еще один благоустроенный двор. Рабочие обновляют внутриквартальный проезд на улице Олимпийской, 25. В детских садах Самары 25 октября распределят свободные места на 2024-2025 учебный год. Процедура пройдет автоматически. Всероссийская Олимпиада безопасной дороги прошла во всех образовательных учреждениях страны, в том числе в Самаре. Ее цель – сократить количество дорожно-транспортных происшествий. Стихи войны и мира баллада своих. В Самаре прошел музыкально-поэтический вечер, на котором читали стихи участников СВО. Многодетные семьи Самарской области получат дополнительную поддержку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Вячеслав Федорищев. Губернатор отметил, что пакет предложений сформировали на основе тех вопросов, которые были получены от самих семей. Многие проблемы не решались годами. В 63-м регионе можно будет сохранить статус многодетной семьи до достижения старшим ребенком 23 лет в случае прохождения военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО. Как распоряжаться средствами семейного капитала будут решать сами родители без предоставления отчетов. В ближайшее время все многодетные семьи, вне зависимости от нуждаемости в улучшении жилищных условий, смогут выбирать денежную выплату вместо земельного участка. Компенсация платы за обращение с ТКО для многодетных семей будет увеличена с 50 до 75%. В детсадах Самары в пятницу распределят свободные места на новый учебный год. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». Информацию о наличии свободных мест можно найти там же. Распределение происходит автоматически. В Самаре скоро появится еще один благоустроенный двор. Рабочие обновляют внутриквартальный проезд на улице Олимпийской, 25. Сейчас здесь идет монтаж бортового камня и устройство основания дороги. За процессом наблюдала Ксения Баканова. Вот этот уклон, он позволит принимать воду в эти гардеробники, чтобы вы уже вложат. Их будут ниже делать? Нет. Так же нужно. Ольга Николаева проживает на улице Олимпийской, 25. Признается, раньше у всех жителей этого дома в гардеробе были резиновые сапоги, так как вся близлежащая территория постоянно затапливалась. Летом в период дождей, а весной из-за таяния снега. Я не могла ни с какой стороны обойти дом, чтобы попасть в подъезд. Я сейчас пошла в дом управления, они обещали привезти мешочки с песком. Приехали, сбросили, а они тонут просто. Меня и еще одну соседку с нашего же дома посадили на ковшу этого трактора и подвезли к подъезду. Мы довольны, что проводятся такие работы, что будет все ровно, будет удобно ходить. Жителям надоело добираться домой чуть ли не вплавь. За помощью они обратились в местную администрацию. Жители, конечно, обратились во многие инстанции, нашли пути решения, мы с ними встретились, обсудили проект благоустройства и на сегодняшнем этапе мы эти работы проводим. Тут дорога, конечно, давно не ремонтировалась, асфальтобетонное покрытие было разрушено из-за потопления территории. Рабочие занимаются обновлением внутриквартального проезда. Сейчас во дворе идет монтаж бортового камня и устройство основания дороги. Совсем скоро здесь появится новый асфальт, а также входные группы к подъездам, парковочные места для автомобилей. Согласно контракту, до конца ноября подрядчик планирует завершить все работы. Что касается их финансирования, то оно идет за счет субсидий. На данном участке, в принципе, легко было выполнять работы. Есть с чем сравнить, есть просто дворы, где непосредственно очень много машин, и чтобы всех с дворовой территории выгнать, так сказать, время занимает. А здесь, в принципе, жители, кооператив у них такой сложился, и они, в принципе, нам помогли. Очень рады были нас видеть. Также в прошлом году во дворе установили дождеприемные колодцы. Их эффективность жители уже успели оценить. Дождевая и талая вода теперь быстро уходят с улиц. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Во внутригородских районах Самары приступили к обсуждению реформы местного самоуправления. О такой необходимости ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев, поскольку двухуровневая система управления, на которую регион перешел в 2015 году, не оправдала себя. Возможный переход обсудили в Уйбышевском районе. Подробности расскажут наши корреспонденты. Обсудить необходимость реформы системы органов местного самоуправления собрались представители общественного совета при администрации Куйбышевского района. Десять лет в Самаре действует двухуровневая система. Внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса. Выделяется отдельное финансирование. Опыт показал низкую эффективность такой системы. В теории все звучит достаточно гладко, но на практике бюджета недостаточно для исполнения тех полномочий, которые определены. Полномочия с городом недостаточно четко разделены. И часто возникают так называемые серые зоны, когда непонятно, кто же все-таки отвечает за конкретный вопрос. На двухуровневую систему местного самоуправления Самара перешла в 2015 году. Это был эксперимент, к которому помимо Самары присоединились Махачкала и Челябинск. Эксперимент себя не оправдал. Все предложения, которые сегодня возникли, были предложены. Конечно же, понесется в массы. Все женщины нашего женсовета будут строить свои беседы, встречи с населением нашего района. Сейчас предлагают вернуться к системе, когда жители напрямую выбирают парламентариев в городскую думу. При этом внутригородские районы должны войти в состав администрации города. Предложения о реформировании органов местного самоуправления не только обсудят члены общественных советов при администрациях, но и вынесут на публичное слушание. Мы должны со всех донести, чтобы не было потом вопросов, почему именно так. Возможно, нужно проводить какие-то встречи еще дополнительные с жителями района и там более детально, более подробно объяснять им. Если жители поддержат инициативу, городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Просто отдать долг Родине и закончить уже это все. Услышать все-таки победу. Тут у каждого мужчины просто должен быть такой шаг, мне кажется, в жизни, что нужно собраться силами, мыслями и как бы сходить в армию. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районе администрации по месту жительства. В Самаре отметили 70-летие криминалистической службы следственного управления. Институт специалистов-криминалистов был создан в 1954 году. Сегодня поздравили как действующих сотрудников, так и ветеранов отрасли. Подробности в нашем сюжете. Из-за зависимости от искомой территории, там либо предмета, применяешь ту или иную чистоту, и для того, чтобы обнаружить невидимые следы преступления. При этом используются и фильтрачки. Уникальные световые приборы, различные линзы, металлоискатели и дрон, чтобы увидеть сверху общую картину. Новые технологии проникают в жизнь криминологической службы, помогая раскрывать различные преступления. Но ветераны отрасли уверены, что настоящий криминалист должен уметь находить следы и без техники, ведь она может выйти из строя, а работу нужно сделать безошибочно. Криминалист в первую очередь должен быть честен перед собой, перед своей профессией. У него есть внутренний устав, в соответствии с которым он действует. Его задача раскрыть преступление, помочь в этом деле своим молодым следователям, своим коллегам. При этом самарские криминалисты с развитием технологии действуют не только на местах преступлений, но раскрывают и старые дела, которые предшественники не смогли распутать из-за технической ограниченности. 77 преступлений в этом году мы раскрыли из тех дел, которые ранее не были раскрыты, и 58 направленных в суд, то есть у нас 58 лиц привлечены к ответственности, те, которые ранее избежали ее по тем или иным причинам. Действующих сотрудников криминологии ветеранов отрасли поздравили с 70-летием с дня основания службы. Создана она была 19 октября 1954 года указом Генерального прокурора Советского Союза. В честь юбилея отличившимся следователям вручили награды и благодарственные письма. Мы на самом деле эту дату встречаем с большой радостью. Наши криминалисты имеют колоссальный опыт не только криминалистической работы, но и следственной. Все это в прошлом. Сами следователи, как вы сегодня видели в зале, и ветераны следствия, и действующие сотрудники, они прошли всю следственную школу, и на сегодняшний день они делятся своим опытом с вновь принятыми молодыми следователями, и в том числе с нашими общественными помощниками. Также поздравили следователей кадеты Новокуйбышевской школы номер 18. После церемонии криминалисты снова вернулись на службу, чтобы участвовать в раскрытии наиболее сложных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания по уголовным делам. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. По данным Госавтоинспекции, за последние 9 месяцев в регионе зафиксировали 343 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибло 12 детей. 370 получили ранения разной степени тяжести. Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях по всей стране проходит Всероссийская Олимпиада, отвечая на вопросы которой дети показывают свои теоретические знания в области дорожного движения. Самара традиционно присоединилась к Всероссийской Олимпиаде. Подробности далее. Безопасности детей в Самарском лицее номер 124 уделяют особое внимание, в том числе и за пределами учебного заведения. Здесь на постоянной основе проводятся тематические мероприятия, акции и флешмобы. Даже на перемене во время спортивной разминки школьники представляют себя участниками дорожного движения. Уже более трех лет учащиеся лицея с 1 по 9 классы принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Эта олимпиада посвящена правилам дорожного движения, помогает обучающимся вспомнить, как правильно переходить дорогу, на что необходимо обратить внимание при пересечении дороги, какие бывают дороги, как вести себя на перекрестке, и проверить свои знания и показать, насколько мы сильны, поскольку в образовательном процессе вообще уделяется большое внимание безопасности детей и в том числе правильному поведению на дороге. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит в стране в пятый раз. Ее цель – закрепить теоретические знания о правилах поведения на дороге. По словам сотрудников госавтоинспекции, результаты есть. Данная олимпиада является одним из инструментов по профилактике детского травматизма, предупреждения о дорожно-транспортных аварий с участием детей, еще раз закрепляет знания по правилам дорожного движения и предупреждение о нарушении правил дорожного движения. И когда мы к детям приходим после данной олимпиады на мероприятия, на беседы в школу, на занятия, мы еще раз подтверждаем то, что дети закрепляют свои знания и показывают лучшие результаты. В этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит с 24 сентября по 27 октября. Победители и участники будут отмечены грамотами и сертификатами. Олимпиаду поддержали участники партийного проекта «Безопасные дороги». Наши дороги становятся каждый год более качественными, более безопасными, более интенсивными. Трафик увеличивается, строятся новые развязки, путепроводы, новые дороги появляются. Поэтому очень важно научить детей ориентироваться на дорогах, чтобы они не попадали в дорожно-транспортные происшествия. Всероссийская онлайн-олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в ней приняли участие уже более 124 тысяч учеников. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. В четверг, 24 октября, холодное водоснабжение планирует отключить с 9 утра до 5 вечера на проспекте Кирова, 157. В этот же день водоснабжение ограничат по адресам. Малярный переулок, улицы Максима Горького, Кутикова, Крупской, Князя Григория Засекина, Водников, Степана Разина, Тракторная, Мельничная, Халиловская, Гаванская, Ростовская, Окружная, Аральский, Извилистой и Ударной переулки. Боллер установит на пересечении улиц Водников и Кутикова. В Самаре на улице Ташкентской сгорел автобус. Как уточнил перевозчик, в пожаре никто не пострадал. Во время возгорания пассажиров внутри не было. В данный момент по факту происшествия ведут проверку. Предварительная причина – неисправность электропроводки. Самарские таможенники в аэропорту Курумыч обнаружили незадекларированные ювелирные украшения на сумму 3,5 миллиона рублей. Женщина везла их из Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Во время допроса стало известно, что пассажирка приобрела браслет, серьги и ожерелье в Турции. Все изделия сделаны из золота и имеют бриллиантовые вставки. При этом сертификаты и чеки отсутствуют. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф в размере 880 тысяч рублей. Нарушительница его оплатила. Стихи «Войны и мира» – баллада о своих. Под таким названием прошло музыкально-поэтическое представление в Самаре. В зале собралось около 800 человек. Среди них была Елизавета Прокопьянкова. Завершая привычные наши дела, закатав рукава камуфляжа, мыл я руки в реке, отмывал, добила эту кровь, эту копоть из сожженного. Стихи «Войны и мира» – это рок-баллада о героической борьбе и любви, объединяющей поколение, о личных историях людей, которые неразрывно связаны с судьбой всего русского народа. Со сцены прозвучали стихи, написанные за ленточкой. В этом году постановку уже показали в 15 городах. «Это показывает, чем на самом деле живет наше общество, что для него главное. Мы сейчас находимся в другой пространстве. И вот это новое пространство культуры, людей, которые заражены, посылы патриотизма, которые сражаются за свою родину, чьи сыновья, мужья сражаются, они сами помогают фронтам. Вот для них должна быть определенная культурная среда, и ее появлением в том числе занимается и наш проект». На концерт пришли около 800 человек. Для гостей прозвучали не только стихи, но и легендарные мелодии русского рока в симфоническом звучании. Музыку исполнил живой оркестр, в котором выступает директор проекта. «Это памятник, художественный мемориал тем подвигам, которые мы наблюдаем среди наших современников. Он не так удивляет, как просто заставляет и дает понять людям, родственникам, семьям воинов России, то, что говорят об этом, говорят о подвигах, о них знают, о них помнят, и об этом ставится спектакль высочайшего уровня». Проект «Стихи войны и мира. Баллада о своих» был создан в 2022 году в поддержку воинов России, ветеранов СВО и их семей. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Осенью у многих снижается активность, начинаются перепады настроения, все время хочется себя чем-то побаловать. К примеру, съесть что-то сладкое. Как поднять жизненный тонус и не набрать лишний вес к Новому году, знает Виктория Шаре. Не хочется просыпаться, нет сил идти на учебу или работу, трудно довести начатое дело до конца, и все время хочется себя чем-то побаловать. Многие осенью впадают в меланхолию и в качестве компенсации пытаются заесть грусть конфеткой. У этого явления есть физиологические причины. Уменьшается продолжительность светового дня, а значит, вырабатывается меньше витамина Д. Наш организм так устроен, что ему необходимо солнце. И в таком случае нам может помочь повышение физической нагрузки, собственно, приема витамина Д3 и созерцание открытого пламени. В этом нам могут помочь свечи или вдруг есть счастливчики, у которых дома есть камин. Инфракрасное излучение, которое есть от естественного пламени, оно тоже помогает нам как раз-таки на физиологической основе чувствовать себя лучше. Раньше люди были ближе к природе. Они начинали работать в поле с наступлением весны и трудились до осени. Зимой, когда урожай был собран, наступало время отдыха. Теперь занятость человека равномерно распределена на весь год. Люди продолжают спешить, бежать, участвовать в какой-то гонке осенью, а ресурсы уже исчерпаны. Пора понемножечку восстанавливать свое ментальное состояние и действительно позволить себе немножечко подольше лежать под одеялом, читать интересные книги. А есть сладкое, хочется, возможно, от чувства стыда, что ты не делаешь так много, как от тебя ожидает общество. Альтернатива наблюдению за открытым пламенем, любование закатами и, конечно, общение с близкими и друзьями. Осень – отличная возможность заняться новым для себя досугом, к примеру, освоить настольные игры, посмотреть с семьей новые фильмы. Еще одна особенность нашего времени, что мы разучились справляться со скукой. Скука – это очень ценное чувство, от которого не нужно сбегать. Оно помогает нам взращивать в себе по-настоящему красивые творческие идеи. Фитнес-тренер Наталья Перескокова уверена, если человек будет хорошо питаться в течение дня, желание съесть лишнюю конфетку у него не возникнет. На завтрак лучше всего есть белково-жировые продукты, потому что они насыщают надолго. Это, например, яичница, творог, какие-то, может быть, мясные продукты. На обед можно уже есть крупы, тоже мясо, рыбу, яйца, там все, что вы любите, курицу, салат какой-то овощной. Лучше отдавать предпочтение в холодное время года овощам тушеным. То есть, если со свежих овощей вы чувствуете, что у вас какой-то дисбаланс в животе, или как-то вы мерзнуть начинаете от этого, то можно тушеные овощи. И на ужин желательно есть белок и овощи. То есть, вы мясо, рыбу, яйца, опять-таки... Если заменить полноценный обед чашкой кофе с конфетой, очень скоро это захочется повторить. Получится замкнутый круг. Если хочется сладкого, лучше есть свежие сладкие фрукты. Причем на завтрак. Сегодня мы приготовим творожные вафли. Это вот просто белковая бомба. И вкусно, и горячо, что главное, потому что зимой и осенью нам не очень хочется. Холодное что-то есть. В состав входит яйцо. Я кладу мягкий творог, но можно также класть обычный. Здесь мы добавляем далее муку. Мука любая, какую вы любите. Я кладу цельнозерновую. Мне нравится так, потому что в ней больше витаминов группы В. Вот, больше клетчатки. Я кладу сахарозаменитель. Ребят, знаете почему? Потому что в них, в нем, вернее, меньше углеводов. Он 0 калорий. Если у вас какие-то есть предубеждения против сахарозаменителя, то есть можно класть обычный сахар. Также можно делать эти вафли с овощами. Например, потереть кабачок туда. Вот можно делать тыквенные вафли. Сейчас сезон тыкв. Можно делать тыкву запеченную сыром. Это очень вкусно. Пока у нас вафли выпекаются, мы, по-моему, подготовим фрукты, нарежем их. Старайтесь использовать сезонные фрукты, потому что сезон такой короткий, да, разных фруктов. Например, инжир не круглый год есть. Всегда я использую бананы, потому что они есть круглый год. Круглый год они вкусные. Слива. Слива тоже. Вот эта вот слива очень хорошая, она сладкая. И если вам хочется постоянно конфет, это просто вот находка. Такой завтрак принесет вам море удовольствия, насытит организм витаминами, клетчаткой, полезными веществами и не принесет лишних сантиметров на талии. А еще осенью советуют употреблять в пищу микрозелень. Это кладезь полезных микроэлементов. И не забывать про физическую активность. После тренировки психологически сложнее есть конфеты. Жаль затраченных усилий. Виктория Шарая, Валерий Майоров, Константин Головин. События. До 7 ноября жители Самары смогут наблюдать метеорный поток ориониды. Как уточнили в планетарии Самарского университета, в час в небе будут падать порядка 20 метеоров. Они состоят из льда и пыли, которые оставила комета Галея. Лучше всего звездопад будет видно по ночам после двух часов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В Самарской области, как и по всей стране, продолжается благоустройство территорий, сообщает администрация Самары в телеграм-канале Вести Створянской. Парки, скверы и другие общественные пространства обновляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего за последние годы привели в порядок 790 общественных пространств и 1586 дворов. В этом году появилось еще 123 пространства и 238 дворов. Все они были благоустроены благодаря инициативе жителей, которые голосовали за любимые территории. Администрация Куйбышевского района напоминает, что молодежная редакция Самарской области в середине октября объявила фотоконкурс «Самарской губернии глазами молодежи». Цветные, черно-белые, репортажные и художественные. По результатам фотоконкурса из лучших работ участников сформируют передвижную фотовыставку, а победителей наградят дипломами и призами. Работы принимают с 10 октября по 10 ноября. Зарегистрироваться на конкурс и прикрепить свои работы можно в форме, размещенной в телеграм-канале. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что для отдельных категорий граждан, имеющих регистрацию в Самаре, предусмотрена компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для ее оформления нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Выплата предоставляется одиноким матерям, воспитывающим детей до 18 лет, многодетным семьям, 3 и более детей до 18 лет, семьям, воспитывающим детей инвалидов до 18 лет. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на визио, хостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok